МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами проект Энергия Удачи на РИКО ТВ. Мы приветствуем всех, кто в это воскресенье настроился на первый городской телеканал. В прямом эфире для вас на телеканале РИКО ТВ проект Энергия Удачи. Дорогие друзья, мы в прямом эфире, поэтому вы можете к нам звонить по телефону 222-333. Мои соведущие сегодня будет Наталья, менеджер торгового дома «Энергия». Остановитесь на красном. Хотите проверить свои знания, звоните к нам в прямой эфир 222-333, наши координаты. Сегодня у нас в гостях ученицы 20-й школы. Давай, Наташа, поприветствуем аплодисментами. И с вами начинаем знакомиться. Как вас зовут? Какой предмет больше всего любите из школьной программы? И вообще, чем занимаетесь? Меня зовут Асель, я люблю больше всего физику и планирую сдавать этот предмет на ЕНТ. Также дальше продолжать заниматься. Асель, а не кажется, что физика для девушки это сложновато? Нет, не сложновато. Нет? Нет. То есть вы уже как физика, если не ошибаюсь, с 8 класса физику начинаете преподать. И значит с 8 класса до сегодняшнего дня вы изучаете физику. Как зовут вас? Меня зовут Айгуль. Очень приятно, Айгуль. Я пятым предметом выбираю английский язык и в дальнейшем планирую связать свою судьбу с английским языком. Отлично. Меня зовут Джанат и мой любимый предмет это геометрия, но знаю я пятым предметом физику. То есть все у нас, смотрите, выдающиеся физики. Итак, девушки, по правилам нашей программы вы можете выиграть 10 тысяч тенге. Только один из вас тот, кто будет принимать участие в суперигре. Но до суперигры нам нужно дойти, потому что если наши участницы, это Асель, Айгуль и Жанара будут ошибаться, то, соответственно, вы, уважаемые телезрители, можете звонить. А давайте сейчас познакомимся с темами программы, которые сегодня будут у нас. Итак, внимание на экран. Сегодня мы погружаемся в историю Казахстана, математика, литература, правила дорожного движения, музыку вокруг нас и биология. Соответственно, кто правильно отвечает, нажимает на кнопочку и получает вместо пятерки денежную сумму. Мы начинаем сначала аплодисменты, чтобы немножечко снять наше напряжение. Наташа тоже волнуется немного. Наташечка, не волнуйся, все будет нормально. Итак, Асель, пожалуйста, выбирайте тему из предложенных сегодня. История Казахстана. История Казахстана. Внимание, вопрос. Этот казахский хан встал у власти в 80-летнем возрасте и был во главе ханства практически два года. Кто это? Шигай. Совершенно верно, Шигай, браво, Жанара, ваш ход. Давайте быстренько. История Казахстана. История Казахстана. Самая знаменитая царица саков это? Томир. Совершенно верно, молодец, Айгуль. Итак, Айгуль, выбирайте тему. История Казахстана. Вопрос по истории Казахстана. С каким астрономическим явлением связано празднование наурыза? Равнодетности. Совершенно верно, день весеннего равнодетности 22 марта. Отлично, выбирайте. История Казахстана. История Казахстана. Итак, вопрос по истории Казахстана. Назовите дату принятия закона о государственных символах Республики Казахстана. 93-й. 1993-й. Нет, не верно. 92-й. Совершенно верно. А какого числа? 4-го июня. Совершенно верно. Засчитываем Жанар и выбирайте тему. Давайте, может, не историю Казахстана, а что-ли другое попробуем, а? Может быть... Может быть, математику? Нет? А что? А литературу? Давайте литературу. Давайте по литературе. А литература у нас заключается вопросом в следующем. Сейчас на экране появится фото известного писателя. Вы должны угадать, кто это за писатель. И, ну, хотя бы назвать произведение, что он написал. Внимание! Это у нас известный баснописец. Свинья по дубам вековым, наелый желуденько. Совершенно верно. Мы вам подсказали. Итак, выбирайте, пожалуйста, Айгуль. Биология. Вопрос по биологии. Внимание. Следующие. Какие земноводные животные переодеваются, меняют кожу 4 раза в год? И всякий раз съедают предыдущую. Змеи? Нет. Нажимательно. Ящерицы? Нет. Айгуль, у вас есть возможность? Это? Лягушки? Ну, совершенно верно. Лягушки. Я вам подсказываю, Айгуль. Совершенно верно. Выбирайте далее тему. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Внимание на экран. Сейчас появляется знак. Нужно угадать, что же он означает. Внимание. Это? Неровная дорога. Совершенно верно. Неровная дорога. Выбирайте. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Еще один знак, и мы будем знать точно все. О! Так. Поворот. Совершенно верно. Опасный поворот. Выбирайте. История. История Казахстана и вопрос. Зачитай. Основной закон нашего государства. Конституция. Конституция. Совершенно верно, Асель. Верно. Выбирайте. Историю. История. Кто является верховным главнокомандующим республики Казахстана? Ну что, назибай. Совершенно верно. Отлично. И на этом наши вопросы по истории Казахстана закончились, девочки. Теперь у нас остаются другие темы, а это у нас биология, математика, литература, музыка вокруг нас и правила дорожного движения. У нас правильно отвечала Асель, да? Нет. Я была. Вы были, да? Простите. Айгуля, выбирайте тему. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Итак, слушаем композицию, угадываем, кто ее исполняет. Самая популярная певица сейчас среди молодежи. Это она с дуэтом поет. Нюша. Совершенно верно, Нюша. Отлично. Итак, выбирайте, Айгуля, еще одну тему. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Покажите нам еще один знак. А этот знак у нас возле школы обычно? Дети. Дети. Совершенно верно, так этот знак и называется. Пожалуйста. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Отлично. Давайте. Еще один знак. Грунт. Камни. Камни что делают? Падают. Падение камней. Совершенно верно. Айгуль, хорошо идете, слушайте. Оказывается, в школах отлично преподаются сейчас правила дорожного движения или нет этого? Хорошо. Есть, да? Слава богу, что есть. Были у нас одни товарищи тут в студии и показали ему знак, а год запрещен. Сказали, возле красной и черной машинки ходить нельзя. Новое значение этого дорожного знака. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Пожалуйста. Еще. Круговое движение. Совершенно верно. Передвижение с круговым движением. Выбирайте. Давайте другую телу. Мы видим, что вы это знаете. Давайте биологию. Вопрос по биологии. Внимание. Какие земноводные животные... Это уже было. Повнимательнее. Повнимательнее. Каких моллюсков едят живыми? На букву У. Устрицы. Устрицы. Совершенно верно. Что, продолжим биологию или как? Давайте. Продолжаем биологию. Назовите самая крупная присмыкающаяся обитателя суши. Большая ящерица. Ящерица. По-другому его называют? Нет. Как называют, девочки? На букву В. Как называют? Варан. Варан. Совершенно верно. Молодец, Айгуль. Выбирайте тему. Литература. Вопрос по литературе. Отлично. Сейчас на экране фотография поэта. Мы узнаем. Ну... Гоголь. Совершенно верно, Жанара. Жанара, мы засчитываем еще один балл. И, конечно же, это Николай Васильевич Гоголь. Какие произведения написал? Блестиканьки. Ветеранок утре Блестиканьки. Отлично. Мертвые души. Так, еще что? Ночь перед Рождеством. Ну, так. Ну, хорошо, ладно, не будем дальше. Давайте выберем, к нам едет ревизор. Давайте выберем тему. Давайте литературу продолжим. Продолжим литературу. Пожалуйста, покажите нам еще одного поэта. О, ну, это... Федор Иванович. Фамилию назовите. Федор Иванович. Нет. Ой. Нет. Он Михаил. Девочки. Федор Иванович. Тютчев. О, ну, правильно, молодец. Давайте продолжим с вами. Может, математику? Может, математику? Ну, давайте, может быть. Яйцо в смятку варится 3 минуты. Сколько времени потребуется, чтобы сварить 3 яйца в смятку? 3 минуты. 3 минуты, совершенно верно. Слушайте, ну, прям нажали кнопку и не могли ответить. Совершенно верно. Давайте следующую тему. Давайте биологию. Вопрос по биологии. Самая быстрая змея в мире это... Анаконда. Так. Анаконда? Нет. Черная вдова? Черная вдова? Нажимайте на кнопку. Нет. Ну, черная, но не вдова. Итак, Жанна, у вас есть еще возможность. Ну, черная. А вот дальше, чтобы вы знали. Есть варианты? Нет. Уважаемые телезрители, если у вас есть правильный ответ, самая быстрая змея в мире, наберите нас 222-333 и отвечайте правильно. На вопрос зарабатывайте деньги. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Жанна. Жанна, очень приятно. Жанночка, скажите нам, какая же самая быстрая змея в мире? Может быть, кобра? Нет, Жанночка, это черная мамба, ее так еще называют. Слышали когда-нибудь? Нет. Нет? Ну что ж, девушки, на этом мы и начинаем считать ваши деньги. На этом мы заканчиваем не программу, а заканчиваем отвечать на вопросы. И узнаем буквально через несколько минут, кто, возможно, с нами сыграет в суперигру. Главный приз – 10 тысяч деньги. Кому не достанутся – вам, телезрителям, либо нашим участницам, которые сегодня представляют 20-ю школу города Актобе. Магазин «Энергия» желает вам хорошего воскресенья. Это игровой шоу для всей семьи «Энергия и удачи». И мы посчитали, сколько денег у нас заработали. Аселя у нас зарабатывает тысячу тенге. Браво, Аселя. Айгуль заработала 6 тысяч тенге. Браво. И Жанара зарабатывает 2,5 тысячи тенге. И по правилам нашей программы. Айгуль, мы вам предлагаем 6 тысяч увеличить до 10. Вы сейчас можете забрать заработанные деньги или все-таки принять участие в суперигре, где главный приз – это 10 тысяч тенге. Вы можете забрать эту сумму и все. Но имейте в виду, если вы неправильно отвечаете на вопрос суперигры, все ваши деньги сгорают. И с нашей студии вы уходите только с хорошим настроением. Нет, играем. Играем? Итак, суперигра. Сейчас мы попросим с Наташей позвонить телезрителя, любого, который выберет для нашей участницы тему программы, кроме истории Казахстана. Итак, добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Сымбат зовут. Сымбат. Очень приятно, Сымбат. Итак, у нас сегодня играет в суперигру Айгуль. Айгуль не разговаривает, не подсказывает. Итак, и темы, которые мы сегодня озвучивали и отвечали на вопросы по этим темам. Кроме истории Казахстана. Так, это математика, литература, правила дорожного движения, музыка вокруг нас или биология. Какую тему вы выбираете для нашей участницы? Пусть это будет музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Итак, внимание, будет ровно одна минута. Сейчас звучит композиция. Ваша задача – угадать. Только не нажимать на кнопку. Поехали. Музыка. Музыка. Итак, стоп! Я попрошу, есть вариант или дать минуту? Лазарев. Молодец! Это действительно Сергей Лазарев, который буквально сегодня выпустил свой новый альбом. Мы вас поздравляем. И, Айгулечка, хотели бы вас попросить остаться, потому что буквально через несколько секунд мы определим победителя среди покупателей торгового дома «Энергия». Оставайтесь вместе, дорогие друзья. А вам, девушки Асель и Жанара, хорошо сдать ЕНТ. Вы отлично сегодня показали свои знания, честное слово. И всех вам благ. Главное – учиться, учиться и еще раз учиться. Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз добрый вечер. Приобретая товар в торговом доме «Энергия» еженедельно, вы становитесь обладателем лотереи. И, конечно же, один счастливчик недели получает приз от торгового дома «Энергия». В этом шарике находятся все отрывные купоны, которые мы сейчас помещаем в наш лототрон. А по правилам нашего проекта, именно Айгуль, она победительница сегодняшней программы, должна вытянуть только один купон. И, соответственно, тот человек, у кого одна часть купона хранится в кармане, а может быть и в кошельке, а где-нибудь на полке дома, получит уже завтра свой подарок. Итак, мы опускаем. Так, Наташа, помогите мне. Надо показать телезрителям, что все купоны у нас должны быть в лототроне. Так, и вращаем барабан. Вот, пусто, так что все по-честному. Вращаем барабан. Пожалуйста, Айгуль, вы сейчас должны вытянуть только один купон. Вы, наверное, еще под впечатлением, да? Выиграли 10 тысяч, тюрьки. Вот, куда их потратить перед Международным женским днем и перед праздником Науры Смирама. Итак, на этой неделе победителем от торгового дома «Энергия» становится покупатель, который имеет купон со следующими цифрами 01-1405. 01-1405. Свой подарок вы уже завтра сможете забрать в торговом доме «Энергия» по адресу проспект Санкибай, Батыра, 72. Ну что ж, Айгуль, спасибо тебе большое за участие, за победу. Мы еще раз тебя поздравляем и твоих подруг, и всех твоих преподавателей, которые вкладывают, конечно же, знания, отдают свои и вам. Ну что ж, дорогие друзья, вы смотрели игровое шоу для всей семьи «Энергия. Удачи». На следующей неделе новые участники и, конечно же, новые призы. Всех вам благ, и пусть новая неделя принесет вам все самое лучшее. Вместе с телеканалом Рика ТВ мы прощаемся с вами ненадолго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова